Ну, здесь спрашиваю по поводу гемиопатии вопрос. Знаете ли вы, что это гемиопатия? Ну, я не скажу, что это гемиопатия, но я кое-что знаю, потому что давно еще мне приходилось сталкиваться и сталкиваться в этом плане с забавными явлениями. В советские времена мало кто помнит, потому что здесь довольно много молодых, хотя бы жил то, что здесь, был в свое время известный очень гемиопат Попов, в Киеве он жил. Почему это интересный пример? Потому что он был знаменит на весь Союз, и к нему приезжали со всего Союза и так далее, не только. Он сидел, сам собирал траву в определенное время, потому что для гомобитических эффектов можно собирать травы в определенный день, в определенный час и так далее, чтобы добиться того нового эффекта. И он хранил секреты этого искусства, и его жена выполняла черную работу. То есть он ей давал инструкцию, как уже собраны им травы, составлять состав определенный и так далее. И эти препараты, их методические, имели очень большой эффект. Через некоторое время его жена умирает, и он, чтобы секрет не уходил из семьи, вынужден не только все собирать сам, но и делать черную работу, как он считал. Он считал, что жена делала черную работу. И он был вынужден сам составлять составы, которые делала за него жена. После этого его препараты перестали работать. О чем это говорит? Дело в том, что лекарственные препараты, они используют как носители, они побочные эффекты имеют. Основной эффект имел тот человек, который составлял. Вот его жена, когда он составлял этот препарат, она думала, что вот это вот он делает, человеку, допустим, сердце будет лучше. И из-за того, что разные химические суставы по-разному воспринимают программу, которую закладывает человек, то есть изменяя химический сустав, можно менять структурируемые воды, чтобы вода по-другому реагировала, воспринимала. И когда его жена умерла, он этого не мог делать, и его препараты не работают. Хотя те же самые... Почему привел этот пример? Потому что идеальный пример показывает, что дело не в лекарственных растениях, которые собирают гневопат, а дело в том, что гневопат вкладывает, когда он создает эти препараты. Но, в принципе, если человек понимает, то ему не нужно некие препараты, некие лекарственные растения. Можно взять простую воду, создать определенную программу, и человек ее будет пить, и у него будут проходить проблемы без всяких, так сказать, трав. Дело не в травах, а дело в том, что по этим травам прикладываются. Кстати, когда я проводил эксперимент, допустим, брал воду и структурировал ее, одну и ту же воду имеется в виду, качество, не меняющие. Структурировал для одной проблемы, одному человеку. Делался спектральный анализ, к примеру. Вода имела один химический состав. Ту же самую воду брал, просто перепрограммировал, то есть специально, даже не меняя воду. Перепрограммировал для другого человека. Спектральный анализ показывал, что химический состав совершенно другой. И так далее, и так далее. Можно десятки раз менять, и будут совершенно разные химические составы. То есть для того, чтобы мне, допустим, сделать вводу, я несу щитную программу, я меняю химический состав, и она является прекрасным носителем того иного. То есть, в принципе, травы не нужны, хотя в некоторых случаях они могут оказывать побочный эффект, допустим, вывода шлака из-за гонизма легко. Но это тоже можно учесть в программе в воде, когда можно заложить ту же самую программу в воду, заложить программу расчистления не только восстановления, но и вращения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...